Казанские юлбарсы Футбол, хоккей, шахматы, бадминтон, настольный теннис – это лишь малая часть тех игр, в которых юлбарсы принимают участие. В этом году ребята ввели новый вид активности, который назвали юлбарсы онлайн. Этот формат объединил в себе любимые у студентов компьютерные игры и был проведен еще в апреле, во время режима самоизоляции. В него входили различные мероприятия, такие как Counter-Strike, FIFA, интеллектуальные игры, например, что, где, когда. Проводили различные конкурсы в социальных сетях и ввели прямые эфиры. И вся эта идея настолько понравилась ребятам, что мы решили в этом году вместо спартакиада студентов первого курса, которую перенесли, провести спартакиаду юлбарсы онлайн. Стать юлбарсом может любой желающий студент уже с первого курса. Для этого нужно обратиться к председателям организации и определить, что из спортивной деятельности интересует вас больше всего. Тут есть два варианта. Первый – быть спортсменом, то есть пройти отбор в сборной, который у нас проходит каждую осень или каждую весну дополнительный набор. Второй вариант – если вы никогда в жизни не сталкивались со спортом, либо сталкивались, но закончили свою карьеру, можете стать, например, спортивным журналистом, можете стать СММщиком, можете стать организатором спортивных мероприятий. В этом году на ежегодную премию студент года юлбарсы выдвинулись сразу на несколько номинаций. Лучшая студенческая инициатива, где ребята представляют свой проект юлбарсы онлайн, а также лучшее медиаосвещение, куда выдвинули пресс-службу клуба. На студент года мы выдвинулись со своей деятельностью, с деятельностью пресс-службы, чтобы нас оценили, оценили нашу работу. Победа премии студент года КФУ для нас – это результат, результат нашей работы, чтобы все наши работники, все активисты пресс-службы понимали, что мы делаем все не зря и не в кустую. По словам организаторов, вступление в клуб – это отличная возможность для студента раскрыть себе лучшие качества, обрести новые умения, которые помогут человеку как во время студенчества, так и на протяжении всей дальнейшей жизни. Мы пытаемся охватить вообще различные виды деятельности около спорта и не просто проводим какие-то спортивные мероприятия, но и пытаемся создать досуг. То есть, например, проводим чемпионаты по настольным играм, по киберспорту, то есть любой найдет себя там, где он захочет. Лев Диденко, Леонард Влитяров, Универ, Ньюс.